Всем добрый день! Сегодня вторник, Меркурий ретроградный, о нём будем говорить завтра. Я час собиралась, переставляла освещение, либо я перезагорала, либо что-то происходит, но не знаю. По-любому надо делать занятие. Занятие номер четыре. И сегодня мы будем говорить о Марсе. Я постараюсь говорить быстрее, несмотря на то, что, ещё раз повторяю, Меркурий ретроградный. Итак, Марс. Мы вчера говорили о Луне, Луне-ди, Мандэй, Мун. Сегодня мы будем говорить о Марсе, Марте-ди. Итак, Марс. Марс – это и огонь, и железо. Это то, что нам дали наставники с Марса на заре нашей цивилизации. Но мне хотелось бы поподробнее, естественно, на этом остановиться. И в заголовке четвёртого занятия я пишу «Управители Солимпа не земли». Почему? Давайте постараемся в этом разобраться. Итак, мы говорили о том, что мы опираемся на те знания, которые написаны в обществе знания. Пока, конечно, эта структура ещё только набирает свои обороты. Хоть и возникло в середине XX века в Советском Союзе общество знания. Всесоветское, наверное, оно было. Всесоюзное, да. Всесоюзное. В 2015 году, как тоже мы с вами уже говорили, Владимир Владимирович Путин издал указ о продвижении знаний, именно опираясь на наши базовые исторические данные. У нас, к сожалению, тоже очень много в истории было искажено. Вы знаете, что учебники переписываются, и я в одном из первых учебников, которые написаны вот уже буквально только в том году, была его презентация, надеюсь, что она станет всесоветским, под авторством ректора Института российской государственности Дмитрия Владимировича Раде. Я была на первом курсе истории, она пока написана до Юрия Долгорукова, но берет истоки намного раньше. И когда мы говорим об исторических моментах, доисторических, давайте мы будем разговаривать также о цивилизационных. Почему наша раса считается пятой и называется арийской? Арийской она называется не потому, что какие-то там непонятные люди взяли и придумали себе такое название. Нет, потому что именно наша раса пятая развивается под созвездием овна, арий, ариэн. Так, это огонь. Соответственно, имеет очень большой класс не только 4000 лет доисторических, так сказать, и 2000 лет, когда мы были и сейчас еще находимся в эпохе Ры. Так, но и сейчас мы переходим в эпоху Водолея. Я говорила о том, что Россия рождена под знаком Водолей, поэтому мы можем наблюдать и видеть то, что это самая большая страна на планете Земля. Не просто так, не просто так сюда все хотят попасть. И есть глобальный иудейский проект, который хотели бы возродить Хазарию, которая жила по южным границам сегодняшней Российской Федерации. И англосаксонский мир называет нашу матушку Россию Холли-Лэнд – это сердце планеты Земля на сегодняшний день. Континент Евразия является, как вы видите, горизонтальным таким большим пластом земным. В предыдущем эфире, воплощении, хотела сказать, в предыдущем занятии мы говорили, что на планете Земля 71% поверхности – это морские, водные стихии, материя, то есть это моря и океаны, и только 29% – это континенты. И вот смотрите, у нас пять континентов основных, и мы пятая раса. Вот она пятерка. Дело в том, что важно все, весь символизм, и 3D – это геометрия, то есть то, что мы имеем тела материальные, у нас различные объемы, высота, ширина, вес. То есть у каждого материального тела очень много свойств. Но когда мы перейдем в шестую расу, когда мы будем под зазвестием водолей, то наш материальный мир, он будет, не буду говорить, что прям совсем исчезать, но в нем будет все меньше и меньше тяжести, притяжения земного. То есть водолей – это воздух, это огонь, а что такое мысли наши – это тоже стихия огня невидимая, которая присутствует в стихии эфир. Но эфир – это у индусов она называется стихия. А по сути, если мы изучаем космогенесис, это материя. Так, моя киса пытается загнездиться, англосаксонская, британская кошечка. Так, как я тут все, когда двигала, передвигала, я вытащила скотч, я устанавливала по-новому освещение. Тут у меня, короче, вокруг бардак. И киса пытается пройти своими нежными серыми лапками, найти свое место в моей вселенной. Так вот, соответственно, мы говорим о Марсе. Марс, огонь, железо, человеку были даны в так называемый доисторический период. Вот смотрите, все человечество каким-то образом договорилось и стало делать летоисчисления с Рождества Христова. То есть мы всегда говорим, вот, например, у нас 21 век нашей эры, эры рыбы, а до этого была эра, овна, ария, огня и, вы видите, мы знаем, что письменность была не очень развита у многих народов. Многие народы были кочевыми, потому что движение в космосе все движется. Были народы равнин и были народы гор. На равнинах что делали люди еще из эры Тельца? Потому что мы, планета Земля, мы движемся в эклиптике, скажем... Ну, для меня это против часовой стрелки. Так? А солнечная система и Земля вместе с ней движется по часовой. Соответственно, вот мы, когда в астрологии смотрим, у нас идет Овен первый, это сын Солнца, сын огня. Далее идет Телец второй, третий Близнецы и пошли-поехали, да? Сейчас у нас Август, и мы, планета Земля, находятся под энергиями иерархии знака созвездия Льва. У меня очень много огненных энергий, поэтому, по-видимому, я так люблю загорать. И вот перезагорала моя Венера во Льве. О Венере мы будем говорить в Пятницу, в Энерди. И асцендент у меня тоже венерианский. Ой, что же я такое говорю? Так вот, Марс. Марс – это планета, которая была нашим наставником до нашей бабушки Луны. Давайте будем называть его дедушком. Вот смотрите, Солнце дает жизнь, дает энергию. Солнце является старшим братом нашей Солнечной системы. И какой-нибудь сандэй, воскресенье, мы обязательно будем об этом говорить. Я шучу, воскресенье у меня выходной. Но именно о самом Солнце и о Солнечной системе мы обязательно будем разговаривать. Почему я не взяла Солнце как первая тема? Потому что более-менее каждый из нас знает. Я всегда знала, что я родилась под знаком Девы. Но только изучая астрологию, я узнала, что я Солнечная Дева. Но у нас есть 10 планет еще суммарно. Ну, как бы Солнце считается первым космическим телом. Второе – Луна. Третье – мы смотрим обычно Меркурий. Меркурий-Ди будем в среду смотреть. Затем мы смотрим Венеру, Марса. И это личные планеты человека, которые вот так прям энергии направлены. И дальше еще четыре, так сказать, общественные. Сейчас не будем удаляться, будем говорить о Марсе. Я постоянно буду возвращаться, потому что мне вам эту картину мира надо рассказывать, показывать. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас не занятие астрологии. У нас занятие о мудрости жизни. И чтобы каждый человек понял наше соединение человека и космоса. Что каждый человек является детем космоса. О том, что мудрость жизни нам дана для того, чтобы мы поняли прежде всего себя. И наш проект для молодежи 14+. Мне хочется дать объяснить и энергии, и как все взаимосвязано. Насколько Вселенная многогранна. И каждый человек, как яркий представитель. Ну, пока что не все яркие представители. Но венец мироздания. Все энергии, видимые, невидимые, знаемые, о них не знаем. Они все работают и существуют. Соответственно, Марс. Это планета, которая была нашим дедушкой. Соответственно, Солнце нам дало, даже скажем так, первым руководителем всего был Сатурн. В субботу мы будем о нем говорить более подробно. И вы видите, у него какой очень сильный поезд мелких астероидов. Я думаю, что так Сатурн, он был первый наш создатель, созидатель именно материи. Мы, когда учимся что-то делать, у нас многое что ломается. И я думаю, что вот эти обломки, так сказать. Вот представляете, когда гончар сидит и делает ту или иную форму, первые формы у него могут не получаться. И вот эти вот все обломки, вот они вокруг Сатурна и по сей день вращаются. И вот такие, скажем, неудачные дети. Потом, когда у него все-таки получилось создать что-то классное, крутое, это было именно старший брат, старшие братья, мы говорили на прошлом эфире, это самые сильные, самые опытные, самые мудрые. И, естественно, Сатурну помогали наши старшие братья, Орион, Сириус и другие. И они ему объяснили, что тебе нужен центр, центр, вокруг которого будут все остальные твои создания собираться. Окей, сказал Сатурн, я, кажется, понял. И Сатурн создал Солнце. Естественно, еще раз повторяю, ему помогали более старшее поколение. Да, я вам говорила, что у нас у людей считается, что наши наставники, наше поколение – это корни, но это не так. Наше старшее поколение – это ветви. То есть по энергетике высшее, оно всегда более мудрое, более высоковибрационное, более яркое, более сильное. И потом оно делится со своим потомством энергиями. И, соответственно, эти энергии опускаются ниже и ниже, как на планете Земля, уходят в материю. А в религиях это называется падение, в тайных знаниях это называется, в мудрости это называется конденсация. Мысль, слово, действие, конденсация. Соответственно, Орион, Сириус, вот эти наши старшие братья, которые, вот если мы посмотрим на Млечный путь, в центре Млечного пути, там сгусток, там ярко, да? А мы находимся, мы ещё молодая система, солнечная, звёздная, поэтому мы находимся ещё так немножко с краюшкой. Но движемся, естественно, и мы в нашей солнечной эволюции человеческой, в эволюции пятой расы цивилизации, движемся к свету, да? Так же и наша солнечная система движется к сердцу нашей галактики Млечный путь. Так вот, наш дедушка Марс, соответственно, наш прадедушка Сатурн, так, создал Солнце. Солнце это всё-таки у нас всё он и она, да? Там есть и энергии слова, кода, и энергии материи. То, что мы видим... Вот смотрите, мы видим наше четвёртое тело, так? То, что мы видим Солнце, это тоже четвёртое материальное тело. То есть у Солнца есть ещё высшие тела, которые мы не видим. Если бы мы их увидели, мы бы ослепли. То есть наш орган, глаз, который нам создавали во время четвёртой расы, я говорила, что во времена лемурийской расы, в конце которой третья раса, нам дали разум, глаз у нас ещё не было, и мозг нам у нас тоже не было. То есть у нас был пока ещё высший разум, тонкий, который мы не видим. И мозг нам создавали наши марсианские предки. Почему? Потому что у расы, у цивилизации марсианской им не нужно было физическое тело. У них было достаточно, и у них и сейчас достаточно. Даже если мы не видим их, это не значит, что их не существует. То есть человек, когда он смотрит на всё через свою материальную призму, он считает, что этого нет. Но мы считали, что интернета нет. Но это радиоволна эфира, которая существует. Также, что такое разум? Почему у наших три высших тела считаются самая высокая степень? Это называется огненная, ментальная огненная. Так вот, на Марсе есть все стихии огня, которые огонь имеет также 7,7 форм. И ментальная высшая – это и есть огонь. Делаю паузу. Представьте это. Я понимаю, что сложно сначала, но я где-то иногда медленно рассказываю, где-то иногда описываю. Потом это у вас сложится в картину мира. У нас только четвёртое занятие. Я это изучаю много лет. Ялтинское научно-философское общество, с которым я сотрудничаю. С 88-го года читали лекции. Считайте, 35 лет. В том году был юбилей. Соответственно, всему своё время. Но нам главное, чтобы вы, молодёжь, понимали наши истоки и понимали, как мы не можем без солнца, без нашего прадедушки. Так же и вы, если вы будете бунтовать, ругаться, ненавидеть родителей, то ту энергию, неосознанную, они, как материальные люди, как человеки, могут косячить. Не знаю, слышно сейчас сирену или нет, у нас тут едет, что это такое. Так вот, энергии очень важны. Энергии важно получать от старших к младшим. Соответственно, было создано солнце, которое имеет достаточно энергии, для того, чтобы делиться с другими младшими братьями. И завтра мы будем говорить, я уже это как бы анонсировала. Я считаю, что Меркурий – это спутник солнца, которое через понижение вибраций является как коммуникатором, как ретранслятором и транслирует нам информацию. Поэтому, когда Меркурий ретроградный, но опять же, не то, что он опаздывает или он там двоечник. Нет, дело в том, что планета Земля находится от солнца дальше, радиус у нее движения вокруг солнца больше, и, соответственно, мы впереди, а Меркурий, он делает свой круг вокруг солнца. Он просто к нему ближе. Вот и все. То есть нет ничего хорошего или плохого. Все понятно и целесообразно. Во Вселенной есть закон целесообразности. Почему я, например, когда говорю об СВО, о военных конфликтах, которыми нас научил Марс, который нам дал разум, но нам мироздание дало закон свободы выбора, ты выбираешь либо добро, либо созидание, либо знание, познание. И идешь путем эволюции наверх, наверх идти сложнее, либо ты учишься противостоянию. Это тоже навык. И определенные скорости, они разные. Так вот тот военный конфликт, который происходит, каждая сторона получает свой навык. Одни люди через ненависть, через злость, через алчность, через властолюбие, корыстолюбие получают навык, огребают, потому что они, будучи энергией разрушительной на сегодняшнем этапе эволюции, у нас же все идет волнообразно. Да, у них был пик развития где-то 70-е, 80-е годы. И сейчас идет спад. И чтобы в этом спаде им в нищету не свалиться, так как они привыкли быть странами, которые живут за счет других ресурсов, но если Солнце делится с нами энергиями, своим ресурсом бескорыстно, это его выбор, это его миссия, согласно закону целесообразности, то, согласно закону целесообразности, каждому континенту, каждому народу, который трудился на равнинах, пас стада в горах и был на более высоких вибрациях и философствовал, как Каин должен был пройти свой опыт через пот, через труд, и мы, люди равнин. Но, опять же, из-за того, что россияне капли росы нашей цивилизации выбрали трудиться на земле, да, и были монголы, монголо-татарская игра у нас была, мы проходили тоже этот опыт, которые были кочевыми. Почему у Израиля до, там, 48-го года, по-моему, не было своего государства? Потому что иудейскому народу, как он называет себя народом избранным, нет, это арийская цивилизация была избрана для того, чтобы нести знания на планете Земля. И почему люди кочевали и перемешивались, потому что, после вавилонских всех событий, об этом тоже будет отдельное занятие, потому что они должны бы делиться знаниями своими, опытом и навыками, и делать это доброжелательно. Но люди выбрали делать это через войны. По тому уровню развития, возможно, это было правильным, невозможно, а точным. И сейчас то, что происходит, все происходит согласно закону целесообразности, потому что энергии хаоса, распада, ненависти, злости, это низковибрационные энергии, энергии людей, которые отнимают жизнь других людей, то есть они противоречат закону мироздания, созидании роста, они сейчас саморазрушаются. Даже то, что произошло сейчас в Курской области, мы с вами говорили, у меня, кстати, была оговорка, я говорила Курск, нет, это Курская область, границы. Что сделали эти люди? Они вооружились от своих старших братьев-манипуляторов, получили все, что им нужно. Так было, кстати, и 400 лет назад, когда поляки гетманских войска тоже озолотили, дали по одной монете на каждого солдата, дали им вооружение, сказали, идите на Москву, воюйте с ними, сжигайте их. Да? Но кто огреб? Огребли украинские народы. Кто пошел воевать против России, против Москвы тогда? Так вот, вот эти войны, что они делают? У одних людей они выращивают мужество, стронг, железо, это тоже качество Марса, стальные нервы, благородство, братство. Но чтобы это вырастить, должны быть не братья, злые, которые берут оружие и идут на народ, который спокойно себе там пашет, что-то делает, говорит, как кот Леопольд, вы, пожалуйста, нас не трогайте, а мыши все время что-то поджигают. Но, по сути, нам всегда даны испытания властью, деньгами и знаниями, и каждый выбирает, что? Выбирать знания или невежество лень. Выбирать, потому что мироздание, как мы говорили, дает всегда всего достаточно нам. Но когда мы хотим чего-то экстра, почему даже Платон говорил о том, что самое ужасное из властей государственности, монархия, демократия, это власть олигархии, потому что обычно олигархи, они, во благо никто миллионерами с неба, на одного человека золото не падает, соответственно, это продажа людей, тогда рабство было очень активно. И это с одной стороны, да? С другой стороны мы видим, что у нас в Российской Федерации в девяносто первом году начала развиваться олигархия, ведь не Ходорковский, не Авен, не Абрамович, они миллиарды не заработали, да? Они миллиарды получили как следствие, закон причины и следствия, различных, в том числе, спекулятивных, обманных действий. За что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидели в тюрьме, за то, что они с этим американским, скажем, иудейским проектом захотели завладеть власть, пойти в политику, но олигархию, политику, пускать нельзя, и их не пустили, потому что у всех денег, у всех денег есть кровавый источник. Продажа рабства, пиратства, понимаете, да? Девяностые после распада Советского Союза, бандитские формирования, люди убивали друг друга, за что, кто сильнее, кто круче, и отнимали свои рынки влияния. Что сейчас делает блок НАТО? Через вооружение украинского режима они пытаются разделить Россию на свои сферы влияния для того, чтобы ту нефть, тот газ, те металлы, которые наши предки нам заработали и которые матушка-земля нам дала, потому что, опять же, во всем есть закон целесообразности. Есть народы, которые живут на африканской территории, и им тоже, посмотрите, сколько дали и бриллианты, алмазы, и уран, и золото, потому что у них низкоинтеллектуальный уровень развития, они ближе к животному уровню. Почему они чернокожие, а я теперь коричневокожая, что мне даже ни одно освещение, ни одна лампа не попадает, не помогает? Потому что солнце им дает больше энергии, больше огня для того, чтобы они могли выжить, чтобы им было всего достаточно, и чтобы они могли вести торговлю с другими континентами, с другими странами-государствами, учиться у них, да? Но что сделали пиратские, скажем, Венеция, в которой я вам буду писать диаграммы торговые пути, там и Китай, и другие страны-государства, Испания, Англия, они завоевывали, колонизировали Древний Рим, колонизировали другие государства, забирали у них богатство, еще людьми торговали, и на этом богатстве создавали свои империи. Во всем есть закон целесообразности, потому что, с одной стороны, англичане завоевали Индию, я представляю их рожи, когда они туда приехали, и там Махараджи, все эти в золоте, с сапфирами, бриллиантами, рубинами. И, кстати, во времена и Махабхарады, доисторические, скажем, времена, в Индии всегда были при каждом доме астрологи, и они читали, они знали законы мироздания, почему они прописаны во всех этих книгах. И когда мы еще писали на бересте, есть одна из самых древних книг, это книга Дзиан, которую интерпретировала Елена Петровна Бловацкая, потому что там написаны станцы, короткие фразы, как и в Библии, на листьях пальмы. Тех пальм, которые сейчас уже не существуют, но природа тогда нам их дала в доисторические времена, чтобы люди могли записать эти знания. Вернемся к Марсу. Я вам так, надеюсь, объяснила, да, вот эта все целесообразность движения, когда англичане принесли в Индию свои, скажем, знания корыстные, да, материальные, а мудрый Восток с ними поделился своими, даже через силу, даже через несчастье, но цивилизация в эпоху рыб проходила и в арийскую эпоху, и в тельцовую, грубые вот эти периоды развития. И в грубости нет нежности. Да, почему я сказала, когда у нас будет шестая раста, как бы я ее могла назвать? Я ее назвала мудрой и нежной, потому что воздух, да, водолей, это он так называется, типа воду льет, он без границ, а вода это что, H2O, наше тело состоит из воды, да, мы без воды высохнем и умрем, и без знаний, без мудрости мы тоже высохнем и умрем, или сожжем друг друга. У нас были Хиросима, Нагасаки, которые именно англосаксонская цивилизация решила пройти этот опыт. Они решили показать другим, смотрите, у нас есть спички, вот такие крутые, ядерные спички. Что говорит Российская Федерация сегодня? Росатом, мирный атом, и у нас есть технологии, которые наилучшим образом мы уже научились обрабатывать, работать с ураном, получать атомную энергию, у которых нет отходов. А что делали еще раньше американцы, у них очень много тоже, и французы, они грабили африканцев, забирали у них уран, у нас тоже за копейки, потому что ЦРУшники сидели у нас в Кремле, как сейчас сидят на Банковой в Киеве, и почему министра обороны забрали в Лондон послом, дипломатия это не язык войны, дипломатия это язык мудрости, и почему многие ругают наш МИД, Лаврова, а я вижу Россию именно как кота Леопольда, который говорит, ребята, давайте жить дружно, но когда последняя капля терпения мерам вещам капает вот в эту бездонную бочку колодец нашего русского терпения, мы говорим ибо хватит, да, и как сказал Владимир Владимирович Путин, видите, когда я начинаю говорить о материальном, у меня голос сразу садится, что конденсация другая совершенно, другие энергии, но об этом надо говорить, тем более надо говорить молодежи, которая выросла на инстаграмах, на гаджетах и знаниями, которые еще манипулируют те СМИ западные, которые имеют все бразды правления на своих серверах. И почему первым, что отключили, отключили инстаграм? Инстаграм отключили не для нас взрослых, инстаграм отключили для вас молодежи, потому что там вами очень легко манипулировать, вами пока еще везде легко манипулировать, поэтому мой проект Мудрой Жизни 21 он для вас, для нашей любимой молодежи, вам строить наше светлое будущее и не только на российской территории, на планете Земля, потому что россияне, теперь мы должны рассеяться, и почему Запад закрывает нам счета, забирает наши деньги, потому что они не хотят, чтобы мы рассеялись, вот такие добрые, мудрые, сегодня мы старшие братья цивилизации на планете Земля, сегодня мы взяли на себя вот этот вот флаг белый водолея, и сегодня мы тише едешь, дальше будешь, это сделаем, вы понимаете, мы могли бы давно бы тюх, пульнуть что-то в Киев, нет, во-первых, мы хотим сохранить максимально жизни, во-вторых, мы хотим, чтобы максимальное количество людей на планете Земля пробудились и проснулись, они видят эти зверства, даже о которых им особо не рассказывают, но вот мне, например, вчера моя швейцарская приятельница из Аргентины, она режиссер театра, писала, спрашивала, интересовалась, как там у Носковской области, потому что СМИ западным уже никто не верит, они там бред несут, вот, ну, не то, что бред, они пишут все по методичкам, и это видно, когда они пишут, что умерла королева Елизавета, а потом им говорят, да подождите, еще рано, они такие, ой, нет, нет, не умерла, а через три часа им говорят, все, можно, они такие, умерла, ну, понимаете, нам сегодня благодаря вот нашим этим прекрасным гаджетам дают возможность границ познавания без границ, но я хочу вам дать знания, которые говорят о том, что закон свободы выбора, выбирайте, чему верить, чему не верить, просеивайте все через сито целесообразности вашего опыта, ваших знаний. У нас осталось всего четыре минуты, скоро прозвонит звонок, хочу сказать, что старшие братья с планеты Марс на разных континентах, в разных легендах, назывались по-разному. Как развивается знание на планете Земля? Сначала через мифологию. У нас очень развита греческая мифология. Скажите мне, пожалуйста, почему самая высокая гора на планете Марс физически существует? Она самая высокая в Солнечной системе. Она называется Олимп. Потому что там, на Олимпе, жили наши старшие братья, одного из которых одни зовут Зевс, другие зовут Люцифер. Они пришли и дали нам, землянам, знания, огонь и железо. Почему наша кровь состоит из железа? И почему, когда нам железа не хватает, кровь не сворачивается, потому что кровь в нашем организме, в нашем теле, она носитель жизненной энергии. Мы ее получаем через дыхание, воздух, через питание. Это то, что выросло благодаря солнечной энергии. И даже когда вы едите мясо, я говорю вы, потому что я вегетарианец, вы едите то, что коровка съела или барашек, но вы едите уже отходы, и плюс вы едите кровь, которая мертвая и которая имеет энергию распада. По сути, вы выбираете не есть яблоко, которое зрело для вас и в котором максимум энергии или огурец или помидор. Но, к сожалению, там сейчас много всякой травы, добавок, гормональные изменения. Но почему в Англии есть биомагазины и био стоит сам максимально дорого? Потому что это прямая энергия солнца. Дружите с фермерами. Вот у нас прекрасная фермерская лавка находится рядом здесь. и там максимально экологичные продукты. Соответственно, энергию солнца. Что такое ЗОЖ правильное питание? Это максимально правильное получение энергии солнца. Когда вы едите мясо, у меня муж занимался поставками в госрезерв питания тушенка. Я была еще когда не была вегетарианцем на заводах в убойных цехах. Когда идут животные, они знают, что они идут на убой, потому что там энергетика убийства. Это потом уже новоинновационные из инокса стали делать. Там лились реки крови. Вот этот весь ужас, весь этот адреналин. Животных убивают, потом их разделывают. Кстати, мясник это чисто марсианская специальность, профессия была всегда. И воин тоже. Вот. Затем вы это едите, это распадается. У нас 12 метров кишечник. У него очень тонкие стенки. И вот это, извините, говно, которое готовится выйти из заднего прохода, которое некоторые люди занимаются так называемой любовью под названием секс, вот эта энергия распада, смерти, ужаса, негатива находится в вашем теле. И вы его носите. Многолетний, да, там, сколько вам лет, столько вы это носите. Почему, когда человек встает на путь духовного развития, первое, что говорят наставники и учителями, это, конечно, ваш выбор, но если вы хотите идти быстро путем роста, духовного роста, пожалуйста, переходите, переставайте есть мясо, хотя бы первая ступень кровавая. я поменяла два носа. Кстати, на тему эволюции. Вот у меня пятый айфон. он у меня работает как будильник. Так? У меня есть десятый айпад, с которым я работаю, и у меня есть айфон тринадцать про, на который я пишу прямые эфиры. Вот она эволюция. У меня, кстати, еще лежит, я вам в следующем эфире покажу, у меня есть третий. И да, это четвертый, это не пятый, и у него еще вот такая зарядка. У меня есть еще такие провода. Эволюция. Почему я люблю Эппл? Потому что там все интуитивно, там все просто. И да, там откушенное яблоко. И да, в моей книге «Он и она» история Стива Джобса рассказывает его ангел-хранитель. Я с вами прощаюсь, благодарю за внимание. Завтра буду, наверное, вообще висеть в среду, когда будем говорить о Меркурии, но все во благо. Возможно, буду говорить что-то по несколько раз, и повторение мать учения «Век живи, век учись». Благодарю за эфир. Меркурия. Продолжение следует... Продолжение следует...